Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здорово, Питч Привет, Тодд А где мама? Мы ходили за покупками, надо отнести это в машину Хочешь со мной? Да, конечно Тодд Что? Да нет, ничего Она все равно не разрешит Кто она? Мама, конечно Ну так и говори, мама Не очень-то вежливо говорить она о своей матери Все равно не разрешит Держу пари, угадаю, что у тебя на уме Спорим, не угадаешь? Давай попробуем Ты хочешь лимонад с мороженым? Неплохая идея, но я не об этом Сходить в кино? Это фильм про войну А мама не разрешает мне смотреть фильмы про войну Боже мой, все даже сложнее, чем я думал Понял? Ты хочешь бейсбольную биту? Нет, но это уже горячо Ах, в этом дело? Конечно, в этом Разве не чудо? Но все напрасно, мама не разрешит И не нравятся пистолеты Я знаю Это потому, что папу убили на войне А если бы у тебя был пистолет, что бы ты с ним сделал? Ограбил бензоколонку? Ограбил? Ну вот еще Я стал бы шерифом и ловил бы преступников, как ты Но мама Думаю, мы сможем уговорить ее Объясним, что ты хочешь стать офицером полиции У нас полно времени Мама покупает продукты Пошли Черт Я подниму Спасибо, Тодд Здравствуй Привет Можно подвезти тебя до дома? Я на машине, но все равно спасибо Пойдешь завтра в церковь? Да Я заеду за тобой в десять Ты не сдаешься Эллен, поверь, я знаю, что ты чувствуешь Я пытался понять, но... Я не просила тебя понимать Это потому, что я люблю тебя? Тодд, ты... Не стоила говорить этого Ну почему? Это правда Не надо, Тодд Эллен, не можешь же ты вечно оставаться вдовой Пит умер больше трех лет назад Как ты не понимаешь? Никто не может занять место Питта Я не пытаюсь занять его место Я пытаюсь создать свое Ты был очень добр ко мне, Тодд И я благодарна тебе, но я ничего не могу поделать с собой Эллен, ты должна прекратить терзать себя Этим ты мучаешь и Питже, и меня Ты роешь глубокую яму, и всех нас туда оттолкаешь Прошу тебя, Тодд Оставь меня в покое Питш, откуда у тебя пистолет? Это я ему купил Как ты мог? Мама, мы думали, ты не будешь против, ведь я собираюсь стать шерифом Верни его, Питш Эллен Тодд, ты ведь знаешь, я не могу видеть, как он играет с оружием Мальчик должен знать, что оружие не всегда плохо Все зависит от того, в чьих оно руках У Тодда ведь есть пистолет, верно? Да, но... Но можно Отдай его, Питш Жаль Три доллара, пожалуйста Спасибо Эллен Я знаю, ты не хочешь, чтобы твой сын смотрел фильмы про войну, но... Они учат детей разрушению, смерти, пыткам и жестокостям Должен же он знать, что такие вещи существуют, только тогда он сможет с ними бороться Ты не пристегнешь его к своей юбке? Я буду держать его рядом как можно дольше Когда в доме пожар, тушить его приходят все, ведь завтра может загореться и твой дом Тодд, не надо А как насчет церкви, Эллен? Нет, Тодд, я не могу пойти с тобой Что ж, буду приглашать тебя, пока не согласишься, я серьезно Бибоб, пойду-ка я выйду ненадолго Сегодня тихо, я один справишься Здесь уже последние 50 лет тихо Посмотришь? Ну, надо же Что там такое? Найди быстро шерифа, скажи, чтобы шел сюда, дело срочное Ну-ка, потише, друг, ты превышаешь скорость Где шериф? Посмотри в офисе Эй, в чем дело? Где тот? Ты бы хоть отдышался Неотложное дело, ему надо срочно на телеграф Зачем? Я не знаю, что-то пришло по телеграфу? Эд не показывал? Интересно А, вот и тот Пошли, ты срочно нужен Эду КОНЕЦ Привет, Эд Выйди вон Эй, я хочу знать, в чем дело Это совершенно секретно Убирайся Я ношусь из штанов, выпрыгиваю Давай, вот черт Из-за чего шум? Слушай, я еще не закончил печатать Шерифу Тодо Шо Город внезапный, Калифорния Секретный код, похмелье Специальный поезд президента Соединенных Штатов Номер 1019 прибудет в город внезапно И сегодня в 5 часов вечера Президент сойдет с поезда и отправится на ранчо Вайт Спринтс Потребуется соответствующее транспортное средство Будем благодарны вашему персоналу за сотрудничество Керни, глава Государственной службы безопасности США Нет никакой ошибки Только опечатки В 5 часов вечера Могу я воспользоваться телефоном? Пожалуйста Соедините меня с управлением полиции штата Везерби Как там это кодовое слово? Похмелье Похмелье Здравствуйте Говорит Тодд Шо Город внезапный Могу я услышать капитана Харренса? Это 20-й, тот, что вместо 66-го Здравствуйте, Харренс Это Тодд Шо Я получил сообщение, кодовое слово «похмелье» Да Итак, мне потребуется 5 ваших машин По 2 человека в машине И по одному автомату на каждую А, и вы получили? Отлично, спасибо Они получили такое же сообщение, и его ребята уже на пути сюда Полиция штата зря времени не теряет Да уж, послушай, ты никому не болтал об этом? Здесь же сказано, конфиденциально Пусть таким и остается, пойду договорюсь о машине Хорошо Привет, шериф Через минуту обслужу Побыстрее, Ис Итак, нужен черный кадиллак К 4.30 Лимузин Припаркуй его на станцию у выхода Кто-то женится? Может, шериф? Не говори глупости Это для полиции И никому ни слова Не понимаю А тебе и не надо В 4.30 И чтобы никаких накладок Мистер Карни? Да, это я Моя фамилия Шо Вы получили мое сообщение? Какое сообщение? Похмелье Могу я взглянуть на ваши документы? Я Вилсон Здравствуйте Хаггерти Шелс И Келли Рад познакомиться Да, я получил ваше сообщение Вы осторожный человек, шериф Не всегда Однако сейчас самое время быть осторожным Мы всегда должны быть осторожными Могу я взглянуть на ваши документы? Пошу Я заказал лимузин на 4.30 Он будет припаркован прямо здесь Хорошо Полиция штата выслала нам пять машин из Везерви Отлично Ну, по-моему, все не совсем Вы еще можете быть нам полезны Нам придется осмотреть все магазины, выходящие на станцию Пистер Карни, я знаю всех владельцев магазинов в этом городе И можете поверить на слово Я не могу ни в чем верить на слово Уверен, у них все в порядке Это просто проверка Ребят, поставим между платформами, когда прибудет поезд Там плохая дорога Может быть Зато легче прикрывать Все машины полиции штата тоже будут поставлены там Хорошо А кто живет на холме? Папаша Бенсон, его внук и невестка Мы его проверим Мистер Карни, если есть в этом городе место, которое не нуждается в проверке Это именно оно Папаша Бенсон в свое время был агентом службы безопасности Папаша Бенсон? Вы хотите сказать Питер Бенсон? Да, это он Черт меня побери Что вы имеете ввиду? Пит Бенсон был моим боссом Да что вы Ну надо же Поэтому, мистер Шоу, уж он-то точно не станет возражать Пит Бенсон, боже ты мой Вероятно полетел предохранитель, а может быть и оба Позвоните Джаду и попросите его прийти и починить, пока мы не взлетели на воздух На воздух? Послушай, ты должна знать, что я собрал телевизионный передатчик в 38-м году, когда ты еще и не подозревала о существовании телевидения А работал ли он? Не знаю, я так и не закончил его Но это приемник, и мне бы хотелось, чтобы вы вызвали Джада Я не хочу беспокоить Джада, к тому же, пора подумать об экономии Но это будет дешевле, чем стоимость ремонта после того, как вы закончите в нем копаться Элен, ты цепляешься ко мне, только потому, что вы поссорились с Тоддом Ты не притронулся к торту? Не хочу Питч, дорогой, я испекла его специально для тебя Ты испекла его, потому что не разрешаешь мне носить пистолет Пей молоко, дорогой Слабак Что? Так меня ребята называют Мне все равно, как они тебя называют, я твоя мать И думаю, знаю, что для тебя лучше Питч Питч, не надо уходить, когда я с тобой разговариваю Я думала, ты уже закончила Мальчик просто разочарован, Элен Папа, прошу вас, не вмешивайтесь Сначала ты не разрешаешь ему пойти в кино, а потом... Питч, иди в свою комнату Через минуту закончу, и мы с тобой будем смотреть бейсбол Папа, это было в последний раз Элен, ты уже взрослая девочка У тебя есть нерешенная проблема, и совершенно незачем Питчу страдать от этого Я делала только то, что считала правильным для него Я как-то читал об одном эксперименте Суть в том, что ребенка охраняли от микробов Его растили строго по науке, но едва он вышел из стерильных условий, как сразу же простудился и умер Какое отношение это имеет к Питчу? Этот ребенок живет как в теплице и не выработал иммунитет к жестокости, бессердечности Ты не можешь притворяться, что этого не существует Питч должен узнать, что законно, а что нет, чтобы защищать правое дело Защищать? Стать солдатом и отправиться на смерть, как его отец? Мой сын погиб, выполняя свой долг, Эллен Долг? Быть разорванным на куски, на каком-то богом забытом поле боя, в тысячи миль от родных мест, это вы называете долгом? Да, Эллен Этого вы хотите для Питча? Это вас осчастливит? Если бы Питт мог слышать, думаю, ему было бы стыдно Как вы можете говорить такие ужасные вещи? Наши предки писали о правах на жизнь, свободу и счастье Звучало это отлично Но эти слова и грошаломного не стоили бы Если бы их не нужно было защищать с оружием в руках Деда, деда, посмотри, посмотри в окно Машины едут сюда с гор из Везерби Целая куча машин Видишь? Это полиция штата Да уж, мало не покажется Твоим сирен нас не удивишь Да, наверное Полиция штата как раз и вовремя Молодцы Самые, что ни на есть Ну ладно, я пошел Итак, на ранчо Вайт Спрингс ведут две дороги Можно пора ехать здесь, через горы Или доехать до главного шоссе на три реверса Оттуда до ранчо около 20 миль Будем держаться главного шоссе Мне не хотелось бы забираться в горы Да, Хаггерди Помимо проверки улиц, есть еще крыши магазинов, шеф Послушайте, мистер Керни Все владельцы живут в этом городе как минимум пять лет Я знаю их и их детей Этого недостаточно, шериф Ведь использовать эти магазины в качестве укрытия может любой человек Я хочу, чтобы они все закрылись Без десяти пяти оставались закрытыми до десяти минут шестого Еще надо расставить людей на крышах Хорошо, Берт, распорядитесь Никто, включая владельцев, не должен оставаться в магазинах после закрытия Любой замеченный внутри в это время будет расстрелян на месте Делай, как он говорит, это важно Есть, сэр Вельсон проследит, чтобы на станции никого не было Шелс возглавит ребят из полиции штата И заблокирует все подходы Отлично Вы не распорядились насчет дома на холме? Да, я знаю Этот дом я проверю сам Есть Тот, что черт возьми происходит? Здесь нашли месторождение урана, что ли? Да не совсем Послушай, Слим Ты тут все проконтролируй, а я присоединюсь попозже Я хочу, чтобы к 4.30 было закрыто пешеходное движение по Мейн-стрит Ребята из полиции штата помогут Но ты должен быть там на случай, если потребуется сгладить острую ситуацию Нашим все это покажется странным Я сам ничего не понимаю В жизни не видел столько полицейских Что происходит? Это мистер Керни, специальный агент службы безопасности Мистер Керни, Слим Адам, один из моих помощников Рад знакомству Служба безопасности, понял Через нас транзитом пройдет государственный груз в золотых слитках Не думай об этом, в свое время все узнаешь Ладно, пошли Пойдем проверим вашу машину Есть, попал! Ты бы лучше убрал свой пистолет, пока мама не увидела Иначе тебя попадет Папа, мне хотелось бы, чтобы вы вызвали Джада починить его Эллен, я могу починить быстрее Джада Я не хочу, чтобы Питч пропустил бейсбол, тем более, что он не посмотрел кино Сынок, давай-ка вставь эту штуку в розетку, а я включу тут и посмотрим, что будет Хорошо Папа, вы уверены, что знаете, что делаете? Эллен, я тебя умоляю Я знаю, что там сзади написано 5000 вольт, а это опасно Эллен, прошу тебя, перестань вести себя по-женски Готов, сынок? Врубай Папа, вы в порядке? По-моему, я в порядке, просто чуть из штанов не выпрыгнул от страха, вот и все Вы только посмотрите Пожалуй, лучше вызвать Джада В самом деле Да, сынок, это было не слабо А 5000 вольт, это много? Достаточно Смертельно Предположим, разряд ударит, когда ты стоишь в луже с водой, в этом случае ты не заземлен, а если ты не заземлен, током убьет так, что мертвее не бывает Это больно Боль жгучая Держись пока подальше от телевизора и вообще от приборов, не связывайся-ка ты с электричеством, если только не знаешь точно, что делаешь А зачем же ты связался, деда? Ну вот тут ты меня подловил Я открою Джад сказал, что скоро подойдет Я очень виноват? Конечно Да Миссис Бенсон? Да, это я Ваш супруг дома? Мой муж? Нет, я вдова А значит, вы хозяйка этого дома? Нет, не я, он принадлежит моему свекру, а что вы хотели? Я специальный агент, Джон Беррон, Федеральное бюро расследований, а это мои люди Не мог бы я поговорить с мистером Бенсоном? Почему бы вам не зайти? Папа Добрый день, господа Специальный агент, Джон Беррон О, птюшки, ФБР Можно нам зайти? Конечно, проходите, здравствуйте Чувствуете себя как дома? Спасибо Не за что, мне очень приятно, я ведь и сам служил в Министерстве финансов Правда? Давным-давно В управлении по налогам и сборам? Сборщиком налогов? Нет, службе безопасности Что вы говорите? Деда был телохранителем президента Кулича Что вы говорите? Да, в 28-м году я вышел на пенсию еще молодым из-за сердца Нет, проблем с сердцем не было, понимаете ли Во время одной из рыбалок Келвина крючок зацепил меня вот тут Какой ужас Как же вы остались живы? Не знаю, сердце это жизнь Я вынул крючок, но мне нельзя было напрягаться и пришлось выйти на пенсию Вам повезло Я тоже хочу стать агентом спецслужбы А я думал, ты собираешься стать шерифом Такие умники, как ты, должны становиться президентами Только надо подрасти, время быстро летит Я не умник Мистер Бэрон, а в чем причина вашего визита? Что-нибудь случилось? Пока ничего не случилось, миссис Бенсон Мы просто проверяем Нас? Ваш дом? Вы не возражаете, если мы все осмотрим? Пожалуйста, но я хотел бы знать Мы все осмотрим, независимо от того, разрешите вы или нет Ситуация чрезвычайная Проверьте Должна же быть какая-то причина А кроме вас, кто-нибудь еще здесь живет? Нет Сегодня сюда кто-нибудь заходил? Нет Все как обычная рутина В чем собственно дело, мистер Бэрон? Меры предосторожности, я объясню позже Две спальни, одна ванная, все чисто И одна здесь, как они говорили Кухня, не бог весть, что Лестница ведет в гараже на кухню Дверь в подвал, в холле Все чисто, в гараже машина Как тебе это в качестве позиции? Мне жаль, друзья, но мы проведем здесь некоторое время Зачем? Не тревожьтесь, все в порядке За здорово живешь, ФВР в гости не заглядывать Я не останусь, заберу пиджи Нет, мэм, никто не покинет этот дом раньше нас Почему нельзя? Займитесь своими делами Как если бы это был обычный субботний день Почитайте газеты, посмотрите телевизор, все что угодно Но из дома выходить нельзя Все это подозрительно Это дело властей Какого рода дело? Мистер Бенсон, как бывший агент службы безопасности Вы должны понимать Либо я старее и глупее, либо Сегодня в пять часов вечера президент Соединенных Штатов Прибудет в город на спецпоезде Что? Здорово! Президент? Ну так это же другое дело Вы хотите сказать, что президент сойдет с поезда здесь? Здорово! Деда, мы должны посмотреть, мы обязаны Это же величайшее событие за всю историю города Мы должны сами все увидеть, можно? Нет, малыш, извини Бенни Принси, инструменты из машины Барт Проследи, чтобы задние двери были закрыты крепко-накрепко Я все равно не понимаю Мистер Бенсон, если бы кому-то понадобилось убить президента Он мог бы спокойно выполнить эту задачу прямо из вашего окна Господи, боже мой, возможно это и так Но не думайте же вы, что Эллен или я Конечно нет, но мы должны остаться здесь и защитить вас и президента Керни, да? Все эти меры предосторожности, мне кажется, уж чересчур, я имею ввиду проверки Как будто вы подозреваете, что все в этом городе Шериф, не замечали ли вы в городе приезжих в течение прошлой недели? Нет? Вы уверены? Разумеется, уверен я, ведь всех здесь знаю Единственные приезжие, которые здесь бывают, это туристы Это гости, которые появляются постоянно, вот и все Нам нужно получить от вас список тех, кто не проезжает мимо Так это не просто рядовые проверки? Нет, не просто Вы можете мне объяснить? Позавчера вечером полиция Лос-Анджелеса арестовала осведомителя с огнестрельным ранением Перед смертью он сказал, что намечается крупное дело Что значит крупное дело? Что это такое? Попытка убийства И вы в это верите? В нашей работе мы не можем позволить себе не поверить Вы верите наводке умирающего осведомителя? Этот осведомитель до того, как отдал концы, очень гордился тем, что он американец То есть, хоть он и преступник, но это совсем другое дело Именно так, рисковать мы не можем Пойдемте А мы можем увидеть президента, деда? Можно, мам? Нет, Питч, ты отсюда сможешь посмотреть Но я хочу подойти поближе Тебе надо попросить нашего доблестного защитника Извини, Питч, это не игрушки Задняя дверь заперта, телефон на кухне отключить? Нет, не стоит этого делать Позови Бенни Мистер Берн, я не совсем понимаю Я сам был агентом службы безопасности Вы уже говорили И хотя никогда они пренебрегали проверками Мы не доходили до таких крайностей Если только не получили информацию о том, что готовится серьезное покушение Серьезно? Серьезно? Но вы из ВБР, а ответственность за безопасность президента несут спецслужбы В этой поездке задействованы все, мистер Бенсон Взгляните туда Полиция штата, местные службы И мы Вы ведь знаете, что сторона Керни здесь Мы с ним работали вместе Сейчас он глава службы безопасности президента Это секретная информация Ужасно Не беспокойтесь, мистер Бенсон Конечно же, я беспокоюсь Я ведь американец А это касается каждого Джонни, кто-то поднимается к дому Кто это? Это тот Он шериф, мистер Берон С ним еще кто-то Кто с ним? Я не знаю Никогда не видела его Господи, боже ты мой Будь я проклят, если это не сам Сталина Дон Керни С собственной персоной Привет, папаша Я привел тебя старого друга Да уж знакомить нас не надо Это же Дэн Керни Здорово, папаша Рад тебя видеть Я уже думал, у тебя и на свете-то нет Нет, боссы вроде меня живут вечно Ты посмотри, ведь ты лысеешь А чего ты ожидал? Проходите, располагайтесь Моя невестка Здравствуйте Рад познакомиться Мой внук Питч Привет, Питч Питч, это мистер Керни Служба безопасности А мистер Берон? Кто? Берон, ты не знаешь, что твои ребята Добрались сюда раньше тебя? Шериф! Если мальчишка заорет, он покойник Папаша Поезд заглушил звук выстрела Избавьтесь от него Убери в подвал Это тоже Нам следы ни к чему Все усвоен, храбрец Мама! Мама! Питч, ты должен сидеть тихо Не шуми Ты подлец! Питч, хватит! Смело Ему всего восемь лет Очень смело Мама! Ну все, хватит Ладно Позаботься о ней Теперь поговорим о деле Я не хочу никакой стрельбы Здесь должно быть тихо Спокойно И уютно Подними ее Приведи в чувство И объясни, что одно неверное движение Я перережу горло ее сыну Шума от этого не будет То же самое касается вас двоих Если кто-то нарушит правила поведения Ответит пацан Все довольно просто Эллен Эллен, послушай меня Эллен, слушай внимательно Выслушай меня И не смотри так Все живы Ты должна взять себя в руки Что бы ни случилось Ты должна держаться Закричишь или сделаешь один неверный жест Убьешь мальчика Понимаешь? Ты убьешь Питча Вы слышали его, леди? Да Хорошо Я хочу, чтобы все сидели тихо Ладно, заходите Нам предстоит долгое ожидание Расслабьтесь Поставьте кухонный стол перед окном Садитесь, садитесь Посмотрите, телевизор Он не работает Мы с этим исправимся Почините его Не сидите, как истуканы Займитесь чем-нибудь Мне надо подумать Тать, ты серьезно ранен? Уля задела кость Он потерял много крови Нам нужен врач Вы посмотрите на него Привет Ты побудешь доктором Пока не найдется другой Мы не можем вправить руку Круто Сможешь? Я? Вправить руку можешь? Ты же не выдержишь Вправь Держись, храбрец Перевяжите Мы можем отвезти его в спальню Конечно Но пацан будет здесь Оставьте дверь открытой Ладно, давайте за работу Папаша, нам надо что-то делать Я знаю, знаю, но что? Подумайте о Питже Никто из нас ничего не значит Даже Питж У нас нет никаких шансов Пока мы живы, шанс есть Мы должны выяснить Каков план Бэрона Что-нибудь придумаем Папаша У тебя есть пистолет? Пистолет? Да, в этом ящике Лежит мой пистолет Он заряжен? Нет Я не держал Заряженное оружие Из-за Питже Ты грязный Вонючий гангстер Ну все Оставь его в покое, Бенни Ты слышал, что он сказал? Да, слышал Он слишком много смотрит телевизор Он неплохой мальчонка Просто скажи, чтобы он заткнулся Заткнись Это штука металлическая? Стальная и хромированная Я думал, это дерево Используй кронштейн Прикрути края и к полу Я не хочу, чтобы стол качался Вы шайка трусов! А ты что-то чересчур наглеешь? Так что закрой рот Джонни, зачем все это привинчиво? Слишком много работы Сделай это, Бенни Ну, Джонни, я сказал, сделай это! Когда целишься, из винтовки нужна надежная опора Сам увидишь, когда приступим к делу Я не хочу, чтобы винтовка ходила ходуном У нас вот три секунды, чтобы попасть в президента Я хочу, чтобы стол прикрывал нас, когда мы начнем Автомат был бы ничуть не хуже Автомат это чушь собачья Ни точности, ни эффективности Мы используем снайперскую винтовку Вот это оружие Когда я служил в армии А я в армии не служил Сейчас, сейчас Пап, ты нашел патроны? Нет еще Это отличное оружие, Бенни Просто отличное Ох, и положил я народу на войне Вот такой малышкой Ох, и положил народу И ты не прав насчет меня, Питч Я не трус На войне я получил серебряную звезду Нортерн, Кассино, я был на передовой Я убил 27 человек, я один Ты получил серебряную звезду, медаль Ай, ты ее украл Он бьет Питча Все в порядке, успокойся Успокойся Я тебя покажу Джонни, успокойся Джонни, расслабься Ради всего святого Что такое серебряная звезда? Я ее получил Хорошо Ладно Ты ее получил Нашел Что-то они там застряли Приведи их сюда Что вы пытаетесь тут изобразить? Все в гостиную Быстро Проходите, проходите Ну что, тебе лучше? Да Тебе повезло Он ведь собирался вышибить тебе мозги Стрелок он никудышный Да, но я не таков Так что, может, лучше тебе сидеть тихо и не весовываться Для всех будет безопаснее У тебя вид человека серьезного Видал я таких на фронте На фронте? Ты был в строевых войсках? В другой раз расскажу Сидеть Барт, идиот! Что? Машина перед входом Быстро поставь ее В гараж Обо всем я должен думать Просто отлично Вы бы еще дали объявление в газеты Это то же самое Жарко здесь Видите, который час? Ну ладно, я полагаю, вы мне расскажете Что обычно происходит в этом доме по субботним дням Распорядок Умный парень И мы будем действовать согласно распорядку Если мы нарушим распорядок То можем провалить все дело Мара бросает газету через забор около половины пятого Разносчик газет Он обычно заходит? Кто-нибудь еще? По субботам Джек ездит за город И проезжает мимо на обратном пути Он зайдет сюда? Да нет, если только ему нечем будет похвастаться А кто-нибудь еще? Никто А кто-нибудь знает, что вы с тем парнем отправились сюда? Интересный вопрос И каков же будет интересный ответ? Угадай Скажи ему тот Шериф, если вы думаете, что меня что-то удержит от убийства этого парнишки Вы сильно ошибаетесь? Вопрос не в том, убивать его, тебя или ее Или его А в том, что мне за это не заплатят А я не люблю делать что-либо бесплатно Я тоже Включай сведения Ты всем уже здесь продемонстрировал свою смелость, кораблец О, нет, только не я Я боюсь Видишь, как я понимаю ситуацию Так или иначе, я покойник И мальчик тоже И Эллен, и папаша Вопрос только в том, случится это сейчас или позже Если это как-то поможет президенту Чего тянуть? Они не причинят нам вреда Во всяком случае, Пиджи Потому что ему так удобно, Эллен Неужели ты думаешь, что эти преступники убьют президента и потом просто уедут, оставив нас живых? Вы же сказали, что не причините вреда Пиджи Конечно, я говорил серьезно Не слушайте его, он просто храбрится, рискуя жизнью вашего сына Мы просто делаем злую работу, и все, свидетели нам не страшны Сегодня к себе вечера, мы покинем страну И вы никогда нас больше не увидите Скажи ему это, скажи Леди, давайте предположим, что все знали о том, что шериф направляется сюда Так что, если кто-то придет это проверить, вы скажете, что шериф и его друг заходили, но куда-то ушли Вот и все Мне нужно в туалет Сходи с ним, Барт Мне помощь не нужна Пошли, пошли Ну, стол я привинтил Хорошо, достань крепление, привинти его к столешнице и установи винтовку Кажется, я велел тебе сидеть Я просто хочу разбить ноги, вы очень осторожный человек Это верно Все распланировали, да? Шериф, отправка человека на Луну потребует тщательной подготовки Так и это, потому что этого тоже никто раньше не делал Вас это не беспокоит? Нет Я просто строю планы и привожу их в исполнение И Джон Вилкс Бут думал так же Бут! Актер, решивший покончить с тираном со сценой Если бы он не играл на публику, может все и вышло бы Хотя он справился неплохо Парню, который убил президента Гарфилда, скрыться тоже не удалось Он же ничего не планировал, просто выстрелил на удачу, абсолютная калтура Да, и покушение на Рузвельта тоже нельзя назвать полностью удавшимся Парню пришлось действовать в толпе А я ненавижу толпу Никому не удалось уйти До настоящего момента Я просто зарабатываю себе на жизнь И хватит уже выступлений На место Барт, смени-ка Бенни Хорошо Бенни Да, Джонни Сходи в центр города, посмотри, что там происходит Особенно на станции Машину не бери Почему я? Мы умеем водить самолет, а ты нет Значит, меня можно в расход пустить Просто я не хочу, чтобы с нами что-то случилось А почему нельзя взять машину? Потому что если тебя схватят, машина понадобится нам Там полно полиции, тебе ведь платят, верно? Да И нельзя сказать, что мало Я скоро вернусь Джонни Смотри, все отлично Очень устойчиво Как ты хотел Раздвинь шторы Засада Прекрасная, отличная ловушка Вы не можете так поступить Ошибаетесь, леди Вот взгляните Давайте, посмотрите сами Я сделаю это обязательно Но ведь вы гражданин США, конечно И в одну минуту шестого я стану очень богатым гражданином США Вам не сойдет это с рук Заткнись У меня живот болит Приме таблетку Может, старик прав, Джонни? Это ведь ужасное преступление Ужасное Прекрати, это просто еще один человек Это президент Да Президентов я раньше не убивал Это кто? Джод Келли Телевизор сломался Я вызвал Джада починить Чтобы мальчик мог посмотреть бейсбольный матч Почему вы мне не сказали? Мы просто забыли Вот и все, он здесь Ни при чем Ладно, если не будете меня слушать Он будет Ладно, папаша Пошевеливайся Впусти его, но смотри без глупостей Эллен Нам надо все время разговаривать с ним Зачем? В этом его слабость Рано или поздно он потеряет бдительность И мы найдем способ достать папашин пистолет Привет, папаша Что новенького? Здравствуй Я решил, что надо поскорее прийти к вам Пока вас тут еще не поубивало током Что случилось с тобой? Его спроси То же самое, что случится с тобой Если не будешь делать того, что тебе говорят Вы шутите? Это по-настоящему? По-настоящему, не сомневайся Как тебя зовут? Джот Келли? Что ты здесь делаешь? Пришел, чини телевизор Ладно, Барт, обещай его Денег у меня нет, если вам это нужно Это что, вооруженное ограбление? Да, именно так, ограбление Вам это не сойдет с рук Ну-ка, пойди, сядь Возьми с собой свой чемодан И вы тоже, садитесь Я не понимаю Они ограбили банк? А зачем винтовка? В чем дело? Где твоя мастерская? На Мейн-стрит А кто хозяин? Я, ты один А вам обязательно надо держать меня под прицелом? Один Отвечай ему, да Ты запер все, когда уходил Никто не знал, что ты идешь сюда Верно, меня вызвали, я пошел Этот пистолет меня нервирует Я не собираюсь геройствовать Вы можете убрать пистолет Конечно Но имей в виду, красавчик Точно так же, как и все остальные Одно движение и пацан получит пулю Вот так Жизнь его зависит от тебя Понял? Конечно Билсон Керни уже вернулся? Нет, что-то он больно долго Может зарядить винтовку, чтобы все было готово? Нет, шериф ведь только этого и ждет Забудь обо мне, с меня хватит Нечего мне зубы заговаривать, шериф Как только винтовка будет заряжена Один из вас свельчаков может рискнуть и выстрелить из нее А если вы выстрелите, сюда сразу же слетится вся полиция У вас есть еда в доме? Разумеется, есть Я хочу перекусить Барт, посмотри за ними Принеси мне стаканчик молока, Джонни Язва меня просто убивает Смотри за ними, Барт Глаз не спускай Я не понимаю Кто-нибудь может объяснить? Не вставать! Тихо! Разве у вас нет никаких чувств? Нет Меня их лишили профессионалы Чувство это ловушка Покажите мне чувствительного человека И я покажу вам слабака Чувство это слабость Они заставляют вас думать еще о чем-то, кроме себя Если во мне и остались какие-то чувства, то только к себе К себе! И вы никогда не думаете о своей матери, об отце? О них? Я всегда думал только о деле Моя мать не была замужем Старик был алкашом Они отдали меня в приют В приют Ты мерзавец! Джонни! Питч! А ну-ка вернись! Постой Питч! 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 Только посмейте, я вам покажу Хороши дела, Барт Всего лишь игрушка Это я ему подарил Я вас всех перестреляю! Негодник, да я из тебя мозги вышибу Что смешного? Ты бы видел себя, игрушечный пистолет Ну давай, не стесняйся Неплохая модель, очень похожа на настоящий Возьми Питч, вышиби ему мозги Два отважных взрослых мужика до смерти испугались малыша Не вижу ничего смешного Я не уверен, что он не справился бы с настоящим Иди полей молоком свою язву и принеси мне кусочек торта Да, молоко мне не помешает, болит ужасно Всем сесть Если это не ограбление, то что? Ты пришел сюда, чтобы чинить телевизор? Да Ну так и чини Что происходит? Они планируют убить президента, Джад Какого президента? Президента Соединенных Штатов Он прибывает сюда сегодня днем Ты шутишь? Нет, не шутишь? Президент Убить президента? Не может быть Они не могут так поступить Они вонючие изменники, настоящие мерзавцы Ребят, вы что, с ума сошли? Вы не можете так поступить? Сядь, придурок Вы что, не понимаете, что это означает? Это же убийство Он ведь и ваш президент Давай договоримся, парень Мы убьем тебя вместо президента Так даже проще Устраивает Я так и думал Кто-нибудь еще хочет занять место президента? Как насчет тебя, шериф? Неудачная шутка Кто-нибудь еще желает? Добровольцы Да не коммунисты Вражеские агенты Кто за этим стоит, Берон? Понятия не имею А для тебя-то что за выгода? Тебе интересно, шериф? Хочешь войти в историю? Ты мне нравишься, шериф Ты человек отчаянный Видимо, был хорошим солдатом Я справлялся А я получил серебряную звезду Это немало Я убил 27 человек Я один Ты прирожденный убийца Вот и все Да Некоторым парням это дело нравилось Знавал я таких Вот только быть хорошим солдатом Не значит быть убийцей Да, на войне не обвиняют в убийстве парня Который берет бомбы И запросто убивает тысячу человек Может он даже и медали получает Но здесь-то дело другое Здесь ты выбираешь себе мишень И посылаешь пулю И в том, что это самое настоящее убийство Сомневаться не приходится Я ничего не имею против президента Я просто зарабатываю себе на жизнь Изменяй родине Не надо этой ерунды Только не начинай политических выступлений Это не моя стихия Я не знаю, кто мне платит И даже знать не хочу А ты не задумался? Зачем тебя наняли сделать это? Конечно задумался Но какая разница? Я человек, который это сделает Послушай, шериф Человек может терпеть долго А потом вдруг раз и все До войны я плыл по течению И всегда был затерян в огромной толпе Раньше мне иногда снилась эта толпа Все эти царапающиеся, толкающиеся, кусающиеся лица А потом... Потом туман рассеивался И эти лица становились мной Все мной И все ничем Но война все изменила, так, Берон? Я не предатель, шериф Я заслужил серебряную звезду И научились убивать Да Может, и научился Может, это все изменило Может, люди начали понимать, кто я такой После этого представления, я надеюсь, многие обо мне услышат Столько будет разговоров о том, как Джонни Берон выполнил эту работенку Думаешь, кто-нибудь другой справился бы с этим заданием лучше? Джонни, ты слишком много болтаешь Никто другой эту работу не сделал бы, потому что слишком все чувствительные А чувства только мешают Я ничего не имею против президента, шериф Для меня его стоимость Полмиллиона баксов, не облагаемых налогом Этот парень чокнутый Молчи, Джад Послушай, красавчик Больше таких слов не произноси Никогда Ты слышал его, Джад? Итак, полмиллиона долларов, да? Да Да Это целая куча денег, шериф Я могу отойти от дел А откуда ты знаешь, что их заплатят? Половина уже заплачена А остальное? Я их получу На твоем месте я не был бы так уверен Это ведь не просто человек, это президент Вот что самое смешное Жизнь зависит от парня, который платит такие деньги А они даже не понимают, что делают Полмиллиона долларов, абсолютно ни за что Сегодня в пять часов вечера я увью президента А в одну секунду шестого появится новый президент Что изменится? Ничего За что они платят? Ни за что Иначе я бы не взялся за эту работу, шериф Ты совершил ошибку Ты так думаешь? Да Ладно, успокойся Пошли Элен Делайте, что вам говорят, и все будет в порядке Отвечайте прямо, четко и односложно Возьмите трубку Алло Миссис Бенсон, дайте трубку шефу Бенни? Да Поезд прибывает вовремя Машина будет стоять перед станцией, как ты и предполагал, лицом к тебе Хорошо Возвращайся скорее, без хвоста Хорошо Здесь выходит президент Прелестная мишень Эй, постойте, мистер Да, офицер Да, офицер, в чем дело? Как вас зовут? Брэд? Брэд Виттокер Что вы делаете в городе? Я здесь с проездом А где ваша машина? А у меня нет машины Я приехал из Три Риверс и собираюсь сесть на поезд до Лос-Анджелеса На какой поезд? На пятичасовой На пятичасовой? Это странно Почему, офицер? Потому что нет поезда, который останавливается здесь в пять часов Кроме сегодняшнего дня Это спецпоезд, о котором вы не должны знать А может быть, все-таки знаете? Должна быть какая-то ошибка, и ты ее совершил Понятно, послушайте, офицер, у меня есть документы Я могу доказать, кто я такой? У меня есть водительские права Скорей! Скорей! Стреляют! Стреляют! Не смейте! Стрелять! Стрелять! У меня есть полный Я же сказал не убивать После того, как он... Он был нашей единственной зацепкой Прощай, Бенни Думаешь, они его схватили? Надеюсь, что он убит Хаггерти Он у нас в руках, к сожалению, убит Последним в плане проверок у Керни стоял дом на холме Они с шерифом собирались еще проверить дорогу на ранчу Вайт Спрингс Возьми двух полицейских и верни их Начни с дома на холме Мы должны найти Керни Есть Вот теперь у нас есть проблемы Все, кроме миссис Бенсон, в подвал Что вы собираетесь делать? Надеюсь, ничего, шевелитесь Если кто-нибудь раскраблится, убивай всех Питч, отойди в сторону Я хочу, чтобы вы выглядели спокойной Если вы дрогнете, все погибнут Вам понятно? Мы все погибнем Будьте естественны Они не в гости идут Они идут проверить, были ли здесь шериф и Керни Я хочу, чтобы вы встретили их Они не должны войти в дом Я не знаю, что им сказать Просто выходите и поливайте цветы Делайте, что хотите Но не стойте просто так Помаду и румяна, быстро Теперь слушайте внимательно Они придут проверить, были ли здесь Керни с шерифом Да, скажете Они были, проверили Но около трех часов поехали на ранчу Вайт Спрингс Они взяли с собой папашу и ребенка Больше вы их не видели, понятно? Вам понятно? Я спрашиваю Да, да Вы похожи на привидение Идите Будьте осторожны Или все умрут Сейчас самое время, папаша Что ты имеешь в виду? Они не ожидают от нас никаких действий Ты что-то придумал? Возможно Послушай А ну-ка, тихо Миссис Бенсон? Да Моя фамилия Хаггерди Вы работаете с мистером Керни? Да Он был здесь? Они приходили часа в три и сказали, что должны проверить дом Я не знаю, зачем Кто они? Мистер Керни и шериф Они сказали, что им надо проверить дорогу на ранчу Вайт Спрингс Ваш свекор мистер Бенсон дома? Нет Его нет Вы знаете, ведь он когда-то был шефом мистера Керни Да, я знаю Мистер Керни взял его с собой и моего сынишку тоже Вы одна? Да И с тех пор новостей от них не было? Нет, не было Что-то случилось, я знаю, что-то случилось Нет, миссис Бенсон, все в порядке, мы просто проверяем, вот и все Но если вы увидите их раньше меня, пожалуйста, попросите подъехать на железнодорожную станцию Это очень важно Очень важно, спасибо Ладно, леди, заходите Давайте, давайте Очень хорошо Хорошая работа, поздравляю Я не нравлюсь вам? Вы животное Ну, вы мне тоже не нравитесь Животные убивают друг друга, чтобы выжить, вы действуете так же Как вы любите розбив? Хорошо прожаренный или с кровью? Ладно, Барт, выводи их сюда, все чисто Чтоб вы сдохли У вас духу не хватит А вы дайте мне шанс Вот ваш шанс Давайте, воспользуйтесь им Но помните о пацане в подвале Вот так Думайте в первую очередь о президенте Давайте забудем о себе Я дал вам шанс, но вы им не воспользовались Порядок, Джонни? Все отлично Она здорово сыграла свою роль Ей бы на телевидении работать Эй ты Я же велел тебе чинить телевизор Вы велели мне сидеть Бери свои инструменты и чини Это удержит тебя от излишнего геройства Не думаю, что во мне разгорится пламя Если я просто посижу Закрой рот и займись телевизором Умного ты все равно ничего не скажешь Давай, чини Следи за ними Раздвинь шторы Около двухсот ярдов Бэрон, это немецкая винтовка? Да Видел такие? Видел А где ты был во время войны? Прошел весь путь от ущелья к Кассерим Получил серебряную звезду А где ты был? Я прошел от Аль до Германии А ты попал в Германию? Нет Ты был шишкой? Ну знаешь, золотыми планками на плечах Нет, я был капралом, а ты? Капралом? А я дослужился до сержанта Тебе не нравились офицеры? Офицеры, большие шишки Так точно, сэр Нет, сэр Здравия желаю Большие шишки Не любишь больших шишек? Нет, ведь я круче, шериф Я один убил народу больше, чем пять офицеров Вместе взятых Я положил немало народу Да, немало Как я уже говорил, ты прирожденный убийца Они научили меня убивать И мне это понравилось Мой командир стоял и дрожал, как осиновый лист Пока я сражался Было бы побольше Скажи-ка мне одну вещь, Бэрон Как вышло, что ты не попал в Германию? Они отправили меня домой Истёк срок моей службы Истёк срок? В пехоте? Ты что, шутишь? В пехоте срок истекает, когда тебя кладут в ящик Я был в воздушно-десантных войсках Прекрати Вероятно, ты был при штабе Я сказал, прекрати Знаешь, Бэрон, ты выглядишь как салага По-моему, ты похож на новобранца Говорю тебе, шериф, перестань Большие шишки и новобранца, да? Давай, расскажи Где тебя отдали под трибунал? Что это было, изнасилование? Нет, не изнасилование Может, ты расстреливал военнопленных? Сядь и заткнись Интересно, как же тебе это сошло с рук? Ой, я понял Тебя отправили в дурдом, как психа Одержимого убийством Я знал о таких, как ты Которым убивать очень сладко Лучше убить человека, чем полюбить девушку Получаешь настоящее удовольствие Усла до спушки Прекрати Или, может быть, тебе не нравился твой командир И ты выстрелил ему в спину Я сказал, заткнись Заткнись, я сказал Тодд Дорогой, все бесполезно Нет, пяти еще нет Выдержишь, шериф? Да Что, больно? Больно Я могу бить по руке до тех пор, пока ты не прекратишь выступать Не стоит Папаша, ты был прав Ты спалил блок предохранителей У меня есть запасной, сейчас я его заменю Знаешь, Джад, я тут подумал А что, если ты поставишь клемму от антенны к хорошему заземлению? Например, к этому столу изображение станет лучше Помех не будет Замкни на стол и уберешь статические помехи Специалист Сначала раздолбал телек Теперь учит парня, как его чинить Поставить клемму? Пять тысяч вольт Опасно для жизни Правильно, Джад Все, что нужно, это заземление с более высоким потенциалом А то мы далеко от телевизионной станции О чем это вы, ребята? Технический разговор, мистер Никаких шифровок Дед расправлялся с немцами одной левой Да нет, сынок, я был там, когда германский флот капитулировал Ладно, хватит болтать И давай чини телек Папа, что с вами? Резкая боль У него больное сердце Питч, мои таблетки в верхнем ящике беру Я принесу Оставайся здесь Пацан принесет Питч, убери пистолет Ты же видишь дедушке плохо Но, мама, послушай Ты слышал, Питч? О, Господи Знаешь, я думаю, папаша Не внушает мне доверия Твой сердечный приступ Сильная боль Предупреждаю Если ты пытаешься что-то изобразить Смотри, осторожнее Знаешь, я думал Ты думал, что хотел бы получить пуль Из этой винтовки Думаешь, я хочу, чтобы меня убили? Да Откровенно говоря, шериф Я думаю, ты бы не возражал Против того, чтобы тебя убили Никто не хочет умирать Почему бы тебя не заткнулся? Никакой силы духа Все это действует мне на нервы И почему же я хочу, чтобы меня убили? Потому что сейчас без пяти Пять И выстрел может привлечь сюда полицию До того, как прибудет президент Но, шериф, я могу убрать тебя в две секунды Вывихнув тебе руку еще раз Не вздумай геройствовать И зарабатывать медаль посмертно Посмертно мне медаль нужна не больше, чем тебе Деньги посмертно Что ты сказал? Я сказал, скрыться никому не удавалось И у тебя не получится Ты так думаешь? Хоть у тебя и есть самолет Ты не доберешься до него раньше полиции А если и доберешься, границы тебе не видать Слышал о реактивных истребителях? Ты знаешь, сколько авиабаз между тобой и границей? Похоже, можно получить образование просто Слушай этого парня Может, он прав? Ты сказал, что половина суммы уже заплачена Умный парень пустился бы в путь прямо сейчас Оставив президента в покое Потратил бы денежки в Южной Америке живым Он прав, Джонни Зачем нам рисковать? Мы можем уехать сейчас Мы можем скрыться Ни к чему играть с огнем Трус Трус Трус? Пусть я буду трусом Но кто хочет быть богатым, но мертвым? Нас поймают Они никогда не отстанут, Джонни Это... Хватит ерунду молоть Бенни трусом не был Он и глазом не моргнул Как его сапали Говорю тебе, у нас нет шансов Прекрати, Барт Ты ставишь меня в неловкое положение перед шерифом Джонни Даже если мы это и провернем Они никогда не отстанут Вы же не думаете, что ребята, которые вам платят Просто так дадут вам улететь Они будут находиться за вами Вместе со службой безопасности Я об этом подумал, шериф Может разразиться международный скандал Если федералы накроют нас первыми Барт, ты должен понять Что все будут висеть у тебя на хвосте Начиная с пяти часов И до самой твоей смерти В ваших доводах, шериф И есть брешь Какая Нас уже разыскивают за убийство И у них есть только одна попытка угадать, где мы Нас поймают, Джонни Не поймают, Барт Только не нас Ты уверен, Джонни? Предоставь это мне Ты больной Ты просто больной Я этого не люблю Нечего изображать из себя Бога Только потому, что у тебя есть пушка Веришь ли, шериф Дела именно так и обстоят Когда у тебя в руках пушка Ты есть что-то вроде Бога Если бы пистолет был у тебя Я был бы болваном А ты Богом Пистолет дает власть над жизнью и смертью Забавное ощущение Иметь контроль над жизнью и смертью Ты, наверное, чувствовал это на войне Можно промахнуться, стреляя в человека А можно и убить И это как бы делает тебя Богом Мне это нравилось Без пистолета я был никем У меня никогда не было ничего Пока он у меня не появился В первый раз, когда я взял пистолет в руки И убил человека Я ощутил самоуважение Я был кем-то Как этот парнишка Если бы этот игрушечный пистолет Был настоящим А у меня пистолета не было Он стал бы вроде Бога И если бы я хотел жить Я боготворил бы землю По которой он ходит Я заплатил бы ему полмиллиона За свою жизнь Потому что жизнь это все Что у меня есть Но у пацана пистолета нет А у меня есть Так что это я могу метать громы и молнии Выключи звук Оставь только изображение Ну вот, разлил воду Ты ошибаешься Насчет Бога и пистолета, шериф Не будь у меня пистолета Ты бы на меня и не плюнул Ты бы меня даже не заметил Но из-за пистолета Ты запомнишь меня на всю свою жизнь Что это такое? 66-й поезд дает гудок Проходя мимо Ладно, никому не двигаться Ты туда Джонни, дай мне взглянуть Мы сделаем это, Барт Это мой звездный час Только взглянуть Вот они, огонь Вот они, огонь Не стрелять Не стрелять Сюда Он не остановился Он не остановился Не остановился Не остановился Нет 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 Вы уверены, что с вами все в порядке, мистер Бенсон? Не беспокойся Не беспокойтесь обо мне, мистер Уилсон Все будет нормально Мы вам очень благодарны Почему же поезд не остановился? Мы отменили остановку Не могли рисковать безопасностью президента Как только стало известно, что в городе убийцы президент отправился в Лос-Анджелес Пропустил свою остановку, видимо так Когда-нибудь эти ребята перестанут принимать вас за дилетантов Надеюсь Что ж, еще раз спасибо Не за что И вам, молодой человек Пустяки Когда-нибудь я тоже стану телохранителем, как вы Глупости, мой мальчик Когда вырастешь, ты станешь президентом А у президентов есть телохранители И дедушки И дедушки Конечно, и дедушки Эллен Как Джад? Он не выжил А Слим? Состояние критическое, но, говорят, поправится Похоже, кому-то пришлось защищать их с оружием в руках Что? Папа так сказал сегодня утром Садись тут Я отвезу тебя домой Спасибо, но я должен зайти в контору Можно заехать за тобой завтра перед церковью? Это было бы здорово Офицер? Да? Не скажете, как проехать в три реверс? Доедете до перекрестка и свердете налево Оттуда миль 60 Спасибо А что это за город? Внезапный Что внезапное? Это название Это название Забавное название для города Ну, не знаю Не уверен Продолжение следует... Редактор субтитров